Как стать успешным и подняться вверх по карьерной лестнице? Есть ли у молодых людей возможность воплотить свои самые смелые идеи в жизнь? Ответы на эти вопросы активная молодежь округа получила благодаря федеральному проекту «Диалог на равных». В рамках уникального проекта Агентства по делам молодежи, известные люди из мира политики, спорта, культуры и бизнеса на своем примере показывают, что можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Накануне в Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова состоялась встреча студентов и старшеклассников с уполномоченным по правам человека в Ненецком округе Ларисой Сверидовой. В дружеской обстановке уполномоченный по правам человека в регионе Лариса Сверидова поделилась с молодежью округа своими секретами успеха. Как оказалось, фундамент счастливой семейной и общественной жизни закладывался в детстве. Мне повезло с детства. И я безумно благодарна, что меня воспитали два важных человека в моей судьбе. Это дедушка и бабушка. И я всегда говорю о том, что вот все, что было, самое лучшее, это закладывает всегда семья. Но при этом мне повезло и с преподавателями. Это и возможность заниматься спортом по-серьезному, да. Это заниматься, возможно, театральной студии. Это заниматься интеллектуальной составляющей. И потом как-то все так пошло, когда ты, наверное, не ждешь от жизни, а просто работаешь всегда над собой. И, наверное, когда-то количество приходит в качество. А еще есть очень важная жизненная установка, когда сегодня делай добро, ты завтра создаешь счастливое будущее. В читальный зал библиотеки имени Печкова пообщаться с одной из самых успешных женщин региона пришли студенты, работающие молодежь округа и активисты арктической школы права. Пришла я, потому что мне очень нравится, как работает Лариса Викторовна. Она нам помогала очень много, с ребятами из колледжа общается. И поэтому пришли узнать немного о ее работе, о ее каком-то личном жизненном опыте. И надеемся, что какой-то тоже для себя ответ, как на какие-то вопросы найдем. Я хочу узнать больше про Ларису Викторовну. Как раз задать ей пару вопросов своих личных. И послушать лекции мне. А для чего это тебе нужно? Саморазвитие. Напомню, федеральный проект Агентства по делам молодежи «Диалог на равных» стартовал в 2017 году. За период реализации было проведено более 700 встреч с более чем 400 уникальными экспертами. Проект реализуется в 80 субъектах в Российской Федерации. В 2019 году планируется провести 7 тысяч встреч в 85 регионах страны. Живое общение охватит более полутора миллионов человек. Онлайн-аудитория составит более 9 миллионов зрителей. Любовь Пермякова, Олинец Шишелов, телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова